Передай своим подписчикам привет. Всем привет. Откуда? Из-за Монако. Это четвертый день. Сегодня вот у этого красавчика день рождения. Месье, зима по сию. Я не ел 7 дней. Достойный вид, чтобы поснимать немного. Напоминает Нижегородский Кремль. Но я думал, что все будет более помпезно. Сейчас еще пройдем в один район. Может, там будет можно, как Ручка-Ролух проездом, заехать на пару часов. Я вам молодцы. О, ждущечку. Давай, Сережечка, пролезочка. Пролезочка, не надо. Да, достаточно. Всем привет. Мы приземлились в город Ницца. Летели через Хельсинки. Сейчас находимся на английской набережной. Здесь прикольно то, что из аэропорта Ницца можно добраться до ее центра. По набережной где-то час ходьбы. Вот там вот находится аэропорт. И вот вдоль этой красивой набережной можно пройтись. Собственно, мы так и сделали. И у нас начинается путешествие по югу Франции. Идем по пешеходной улице. Называется Руэ де Франс. Улица Франца здесь куча всяких картошек, сувенирных магазинов, фруктов. Кондитерские с колоссанами. Все у меня всегда вкусно пласты. Что интересно, у них здесь очень много мексиканского фастфуда, такоса, булит и всяких. Алиночка, чем тебе понравилось это здание? Я не знаю, я себе не управляю. Все, дошли до местной Баумана, центральной пешеходной улицы. Ищем кафе 1884. Там какие-то вкусные сэндвичи, типа испанских, из парашюта. И, конечно, французские круассаны с кофем. Ой, как вкусненько нам будет круассаном. Популярная тема на Лазурном берегу, это синяя стулья повернута так, чтобы можно было лицезреть на море. Мы дошли до площади Массена в центре Ницца. Здесь несколько струимчательностей. Вот тут сзади это, большой символ Найка. Скажи. Большой символ Найка. Вот здесь находятся статуи Аполлона и фонтан Дю Салей, фонтан Солнца. И еще тут куча скульптур на столбиках. Ночью они зажигаются неоном, по каждому, может, вечером. А они по замыслу должны символизировать 7 континентов. А там еще какой-то прудик. Сейчас мы туда пойдем, посмотрим, что это камень. А посылочки оператору отправить. А у нас открывается невероятный вид на старый город. Представляете, какая красота. Мы обязательно там у нас едем, туда побываем и ждать, покажем интересное. Играет музыка. Зеленый газон по трамвайной дорожке прямо здесь. Красота. Поднимаемся на гору в старом городе. В старом городе Ницце. Здесь такие красивые улочки. И там сверху должна быть какая-то крепость. Добрались до самой фехушки замкового холма. Открывается чудесный вид на город, на всю Ниццу. А еще мы нашли водопад. Мы, Сережка, добрались до водопада Качино. Смотрите, какая красота. Итак, мы добрались до одной из самых красивых точек Ниццы. Видите, какой вид открывается. Вид замкового холма на Лазурный берег. Вот он. То есть вот он, аэропорт. И мы прошли пешком, получается, всю набережную. Вот так. Дальсюда, на центр. Прекрасная погода, отличное настроение. А завтра еще и купаться будем с утра. Кушать круассан, сквозь. Да, у нас целый флаг. Пришли в кафе, который называется Ле Сафари. Взяли французский салат Нисуас с тунцом. И еще какой-то салатик. Бон аппетит. Итак, Карин, как тебе первый день во Франции на Лазурном берегу? Мне очень понравилось. Здесь очень атмосферно. Мы когда прилетели, мы пошли до апартамента наших, до нашего отеля пешочком. Гуляли по Лазурному берегу. Наслаждались местными колоритами. Очень интересно то, что во многих кафешках, ресторанах владельцы находятся там же, как будет рабочий день. И помогают официантам, барменам, с курисками, с которыми сложно разобраться. Вот так же нас встретила, как мы поняли, владельца кафе в Атланске, где готовят сэндвичи. Показала, что как. Мы уже выбрали. И реально классно. Прямо значимость этого места повышается. Мне интересно, мы целый день во Францию. И еще ни разу не попробовали местные круассаны и кофе. Но у нас есть план. Мы решили, что мы рано утром встанем. Ходим, попьем кофе с неограниченным колечным круассаном. Если будет хорошая погода, искупнемся. Да. Интересно, здесь очень много людей мы встретили, которые несут коробки с пиццей. Они с ними тут прямо на пляж. Там кушают, купаются, отдыхают. Сразу дождь пиццу захотелось. Всем доброе утро. Мы проснулись. Сделать сегодня второй день. Вчера был очень насыщенный день. Мы все почти посмотрели в Ницце. Сегодня мы кайфуем, отдыхаем. У нас сегодня утром был обалденный завтрак. Французские круассаны. Просто бесподобные стяжечки кофе. Сегодня, кстати, обещали плохую погоду. Но пока мы завтракали, у нас погодилось. И мы пошли купаться. Водичка прохладная, но очень чистая. Когда мы идешь, ножки... Ножки, да? Ножки видны. Плаваешь, красиво. Все очень здорово. На первой линии английской набережной находится знаменитый отель Негреско, внутри которого красиво, как в музее. И в нем уже находится Мишленовский двузвездочный ресторан. Сейчас мы пойдем пешком в археологические музейницы. Туда топать отсюда 45 минут. Или без транспорта, без автобусов сами пешком дайте. До встречи там. Поднялись до археологического музеяницы. Здесь же есть красивый сад. И открывается панорама на восточную часть Ницы. У нас с Сережкой сегодня Ля Романтик. Мы сидим на берегу моря. Очень долго искали пиццу. Вчера и сегодня все люди что с коробками. Не могли найти это место. Поэтому кушаем очень вкусную пиццу. Уже немножко не подербанили ее. Заслаждаемся ночным городом. В общем, здесь кайфово. Куда едем? Мы арендовали машину для рубка. Это BMW, который кайф-прилетик. Сейчас направляемся из Ниццы в Канну. А утром Сережка сходил за круассанами. И мы себе устроили терапию круассанов. Классические круассаны, самые вкусные. Никаких начинок не надо по виду. Надо брать обычные большие круассаны без ничего. А сколько большие? Очень большие. И там что-нибудь заедать или просто с кайфом. Да, вообще кайф. И мы еще купили сыр. Поскольку мы Сережку любим сыр. Мы взяли бри. Тоже был нереально вкусный. В местном супермаркете. Вот. А сейчас мы кайфуем. Давайте просто весь кайфоваль. Сережка, что мы проехали? Антибор. Мы проехали Антибор. Красивый маленький город Антибор, который мы заедем. Завтра на обратную очередь. Итак, мы уже доехали до Канн. Нам повезло. Мы нашли парковку прямо напротив дворца Каннских фестивалей. Вот он. И вот он, красная дорожка. Мы в Каннах ненадолго. Сейчас посмотрим на дворец. Немножко погуляем, перекусим. И путь в Сен-Керпе. В Каннах на самом деле не так много интересных мест. Их можно считать по пальцу. По сути, это дворец кинофестивалей, который мы еще покажем. С красной дорожкой. И район, который называется Лес-Сюке. Это что-то вроде старого города, который находится на горе. Вот мы сейчас идем в его сторону. Как это выглядело раньше. И вот он сейчас. Поднимаемся сейчас на этот холм. Уже появляется вид на Каннах. А вон тот дворец. Район Лес-Сюке. Прогулочный паровозик. Все, поднялись на самый верх. Лавочки такие. И все зеркционы. Сюкшек меня назвал мадам. Мы, короче, загуглили. И что оказалось? Оказалось, что мадам это замужняя женщина. Вот, возможно, с летних лет. А мадемуазель это девушка. Ждушечка, я бы сказала. В общем, не замужняя девушка. И я Сюшке говорю, что у меня мадам да мадам. Я говорю, что я мадемуазель. Ждушечка мадемуазель. И открывается разный вид. Здесь открываются на бухту, я бы сказала, или порт. Вот, имеется там вдали дама, который сейчас это называется. Дворец. Дворец. Кинофестивали. Классно, да? Деревья что-то такие высокие. Классная растительность для природы. По сути, в Каннах особо смотреть-то и нечего. Пару мест. Можно, как ручь-каралу, к проездам заехать на пару часов. Все посмотреть и ехать дальше. Хорошее сравнение. Куда мы едем? Мы сейчас направляемся из Канн в Сент-Тропе. Погнали. Итак, мы приезжаем в Сент-Тропе. Доехали до Сент-Тропе. У нас 15 минут ходьбы от него в горах домик. Сняли. Точнее, не домик, а вот такой вот таунхаус на несколько номеров. Что интересно, здесь и на ворота есть пароль, и на вход в домик пароль. Какие-то бассейнчики есть наружу. Сейчас покажу номер. Очень здорово, все автоматизировано. Приятный запах. У нас на втором этаже восьмой студии. Тут небольшая кухонька, ванная комната и спальня. Пойдем из нашего номера в сторону порта Сент-Тропе. Первым делом зайдем в музей жандармерии, посвященный знаменитому фильму про жандармов Сент-Тропе. Ты играл Люди Финесс? Подожди. Цветы, отлёточка, отлёточка и Сережа. Отправляй посылочек такой. Французский. Молодец. Что снимаешь? Это в жандармерии национале, здание, где снимали фильмы с Луидой Финессом, Жандармы Сент-Тропе. Изначально это здание принадлежало частному лицу, и он сдавал в аренду настоящую в жандармерии это здание. Позже государство на город выкупил его, и находился в Америке. А сейчас из него сделали музей, кинематографию. И, в большей части, здесь всё посвящено именно жандармам. Настоящих полицейских переселили в другое занятие. А сейчас мы в порту Сент-Тропе. Громадная яхта. Известная улочка по тому же фильму. Здесь проходили парады с жандармами. Очень много туристов. Хотя город сам по себе небольшой. Действительно такая рыбацкая деревня. Очень простая архитектура. Дюй, 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 Сент-Тропе. Дюй, 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 Сент-Тропе. Нам наоборот может сверху. Конечно. Дюй, 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 Сент-Тропе. На востоке Сент-Тропе большой сад. Не знаю, как называется. Здесь же Татадель и музей мореходства. Зато честно. Музей уже закрыт, но по садику мы погуляем. Центральная площадь. Здесь уличный фудкорт. Со всех сторон кафешки. И в этом парке играют в эту игру с шариками. Тоже в фильме про жандармов. Сент-Тропе оказался настоящий алкнет деревней. То есть это город на самом деле вообще небольшой. Здесь реально можно назвать деревней. Мы его обошли целиком там за час. И вот здесь на одной из центральных улиц куча бутиков, отдельные домики стоят, как валкер деревня. Каждый домик это какой-то бренд. Всякие Гуччи, Армании. Ролекс. Все это выглядит как-то очень нелепо, потому что на самом деле город не очень сильно туристический. То есть не так много людей. И все эти бутики вообще пустые. И они очень сильно выбиваются из образа города. То есть такие развалины. Развалины, а внутрь заходишь, в эти фангарины входят. Прям бутики-бутики гламурные. А вон там настоящие зандармеры. Полиция. Уже четвертый день. Сегодня вот у этого красавчика день рождения. Это у него. В этот день с иголочки я один. Это меня в вашем я согрет. Мне сегодня три шага. Сережка, едем на один из самых знаменитых пляжей. Сантропе? Сантропе называется он. Ля пляж. Пляж для Папилона. Я просто кайфую от этих деревьев. Посмотрите, какие они классные. Как будто бы... Или какой-то, не знаю, там, фотосессия. Как будто здесь, не знаю, здесь можно фильмы снимать. Да. Здесь зеленые фоны. Ну, очень же красиво. Вон там уже виднеется, виднеется морешко. Итак, мы заехали на парковочку. Как вы понимаете, да? О, тесновато. С парковкой, но тут все сложно. Сегодня 30 число. Четвертый день нашего замечательного отдыха. А сегодня мы проснулись. Дура пора и приборняли на длинный пляж Пампилон. Пляж Де Пампилон, который недалеко от Сантропе. Здесь арендовали лежаки с зонтиком. Купаемся, наслаждаемся. Скоро поездим в Антипу. В общем, вот так это происходит. Вот так Сережка снимает красивые отлёточки. Мы сейчас находимся в Антипу. Вон там тоже был интересный памятник. Мы доехали на машине. Мы ночевали в Сантропе. Доехали на машине до Антипу. Сейчас здесь мы переночуем. Ехать здесь достаточно нечего. Два часа, может быть, не знаю, с остановками купались, пирховали. Вот, сейчас будем гулять, кушать, отдыхать. И завтра утром мы поедем вниз. В туристическом поедем в Монако. Итак, поскольку нам дали Холян и второй подъем, у Сережки есть второй шанс. Давай, жги. Итак, мы искупались на пляже в Сантропе. И поехали в город Антипу. Он находится между Каннами и Ниццей. Будем сюда ехать где-то в 2.25 на часа. Остановились, еще с дроном поснимали. Интересные места. В Антипе заселились в отель и пошли гулять. Сейчас около парта здесь чертово колесо. Катаемся, смотрим на город. Просмешанные ощущения от города. Вроде какие-то большие торговые цветы супермаркеты. Другой стороны стоинки, домики. Сейчас пойдем смотреть, здесь замечательности где-то здесь интересно. Гуляем в порту. И здесь есть большая стена с такими окошечками. И там уже пляж закончился. Напоминает Нижегородский Кремль. Стена большая. А, нет, вот пляж начинается. Вот катались на том чертовом колесе. Прикойная яхта со спиртолетом. Вот так надо, да? Ну, там. Интересно, прям на ходу сажаются? Это как ты, Сережка, на Бали сажал дрон. На крыше. Примерно того, что там на докторете сесть на едущей Кате. Каких только нет яхт. Ребята, вы не поверите, Сережа на плавающей лодке посадил дрона. Кто не смотрел выпуск в Бали, посмотрите. Ссылка будет здесь в описании. Я так понимаю, это памятник английскому алфавиту. Итак, мы сейчас в антипах. Сережка гуляем. Сережка меня снимает. Дошли до памятника, которая называется No Way. Ну, в общем, там все-таки заснимет. Прочтете, или вот там где-нибудь будет ссылочка внизу, да? Да, Сережка? В общем, памятник, не знаю, кто это, ну, в общем, это некто человек, который смотрит на море. Мы, Сережка, порассуждали. Возможно, размышляет. На самом деле, памятник находится в достаточно нелегко доступном месте. У него, то есть, нужно добраться, подняться по лестнице, то есть, там, и говорит, и так далее, люди не поднимут или кто-то там сладенький, хиленький, вот. Поэтому, то есть, до сюда не все доходят, и турицы здесь очень мало. Так, Алинка, подожди. Выходи за меня. Алинка, подожди. А ты нет? Да! Так, могу, прям попал с размерами. Ты сам, смотри! Как черт, зубьется! Это? Вязать? О! Это счастливо! Мы любим и строим планы. Мы воплощаем мечты, чтобы любви и счастья становилось только больше. Мы верим, что наша любовь способна на самые настоящие чудеса. Мы выросли из одних сказок, чтобы написать другие, свои собственные. И так, сейчас моя хэппиозли-пати, вечеринка. Пушаем в итальянском стиле салаты в моем роду, что это и виоли по-хранцузски. Моя музыка. И что самое главное, моя любимая невесточка. Сеня Сережка сделал мне предложение. Я не ожидала вообще, что он с днём рождения сделает такой подарок для меня, не знаю. для нас. Для нас, да. Вот. Вот буквально это случилось полчаса назад. Я просто, может, час назад в шоке. Я тебя люблю. Мнём рождения, любимый. Спасибо, любимый. Сейчас на ЖД-вокзале Ницца сдали арендованную машинку. Прямо здесь же. Купили билеты на поезд в Монако, Монте-Карло. Через час уже будет там. До встречи. Приехали в Монако, район Монте-Карло. Сейчас ищем наш отель пешочко. Пустинем там вещь и пойдем гулять. Пусти. Пусти. Полни стременно. Правда, очень сложно найти маршруты пешек. Чего-то крути здесь. То ли выше, то ли ниже. О, ма дуссуфранс, Пурко сэшармэй, ты рекомменсэй. Алина, достойный вид, чтобы поснимать немного? Меня? В этом фоне? Или пока недостаточно? Нет видео? Что-нибудь расскажешь нам? Схотно, красиво. Город, как нам страна, как нам показалось, ему находятся на холме, как будто бы в скале. Тут очень много ласточек. Вот. В общем, да, небольшая улочка. Тоже приятно, комфортно. Сережка, гуляем. Все. А теперь, если не французский поцелуй, как это теперь? Так, Сереж, не будьте поцелуать не французский. Завтра буду вниз взбиловать, а сейчас нет. Очередной порт, который мы посетили, уже пятый по счету, да? Княжество Монако. Глаз уже замылился от всех паркортов красивости, которые мы видели в наших путешествиях. И почему-то Монако уже так особо не впечатляет. Да, самое интересное, то, что весь город как высеченный в скале. Как будто сочетается современно, как он быстрее, и вот старый город. Есть такой, да. Но я думал, все будет более помпезно. Но сейчас еще пройдем в один район, может, там будет более все щекоблеск. Да, мы зашли в самое известное казино Монте-Карло. Памятник рулетки. В общем, меня все-таки хотели пускать. В общем, я очень холодного вижу. Обычно звезды не пускают. Или не продают что-нибудь на меня. Да, но мы показали фотографию ее паспорта, когда ее пустили, но сказали, что если она выиграет, ей не заплатят. Вот так вот. Ой, как пристол. Прощайте с вашими 10 евро. Как пристол. Зашли в Монако в самое известное казино Монте-Карло. Оставил там 10 евро. Вернули билетик со сдачей 35 центов. Вот первую предварительную зону только по паспорту. Следующую уже, где находятся рулетки и blackjack'и, стоит билетик 17 евро за каждого человека. Мы туда в губки не стали скрыть. Можно сидеть, наблюдать за всякими феррари, лапаржи, как приезжают к ним. Говорят, все знаменитости проходят. Пока не видели никого. Из Ниццы в Монако можно добраться несколькими способами. Первое, это арендовать автомобиль и доехать сюда. Второе, это водный паром. Стоит около 37 евро за человека. Есть вариант туда и обратно. Отплытие в 9.30. Здесь сюда плыть около часа. Здесь 4 часа и обратно в Ниццу. И есть односторонний паром. Но надо смотреть в разные сезоны. Они ходят в разные дни, недели. Вот сейчас в конце августа это четверг и суббота. Возможно, еще какие-то дни точно не помню. Но билетов надо покупать заранее. Я посмотрел за два дня и билетов на паром не осталось. Поэтому мы выбрали третий вариант это на поезде. Стоит где-то 4 евро за человека. Поезд входит каждые полчаса из Ницца в Монако. Также и обратно. И еще как вариант я слышал есть автобусы. Можно поехать и на автобусе и смотреть красивые виды из окна. Это все. Экзотал. Преш-машина прям при тебе делает. Давай дай сережку ее дай. Свежий литрух свежевыжатый апельсинов высок. Шамур капалит из. Передай своим подписчикам привет. Всем привет. Откуда? Из Монако. Хорошо. Мы нашли до океанографического музея. Ах, что? Сейчас посмотрим получше на сегодня нам пойти. Мне кажется, наверное, это одна из самых высоких точек. Здесь же находится дворец. Да? Позже дойдем до дворца. На минус первом этаже здесь был океан агром. Поднялись наверх и здесь такой небольшой музей. Сейчас поднимемся еще выше. Посмотрим что там. Поднялись на самую вверх. На террасу музея океанографического. Здесь прикольная панорамная площадка. Музей очень впечатлил. Входная группа очень эффектно сделана. Вот действительно. Во-первых там деревянные полы. Во-вторых когда заходишь выдаешь комнату и поднимаешь глаза наверх и получается что вся входная группа полностью в каких-то экспонатах медведь всякие рыбки очень эффектно большие в потолок двери стеклянные. Просто у меня сразу ассоциация вышла с Гарри Поттером. Фанаты Гарри Поттера. Не знаю там как будто какая-то атмосфера и музыка. Серёжки уже свои какие-то ассоциации постарше. Когда мы с Серёжкой гуляли по Монако то есть только когда заехали в город оставили вещи думали вот здесь классно сфоткаться. Поднимались еще выше а нет вот здесь классно сфоткаться. а в итоге вот оно флакшери место. Да Серёжка? Крэзи медная титка. С Алиной пришли в Монако в музей сетных автомобилей. Тут классная херарина сто раз и полно других интересных изупреров. Ходим любуемся. Вот сколько Серёжка любит машинки мы пришли в идею машинок на самом деле для девочек есть тоже что посмотреть например розовая машинка красная машинка вот вообще в целом интересно Монако запомнил всем что здесь куча экзотических автомобилей где-то на 3-4 феррари одного поржения феррари побольше все-таки много яхт алистовая местность домики с такими колоночками идем гулять дальше поставили вещи на ресепции в отеле гуляем налегке как нагуляемся забираем вещи и на вокзал обратно внизу здесь открывается очень красивый вид если вы посмотрите слева слева мы видим музей археонографический он находится на этой скале самая крайняя точка поднимались на крышу очень интересный музей мне понравилось посмотрите насколько город интересно расположен то есть у него бухточки музей в этой части находится сам дворец и дальше если вы посмотрите вон туда там там тоже гуляли полутое длинные улицы там можно дойти до казино но вообще в целом город действительно небольшой и его можно пройти пешком но должна быть хорошая физическая подготовка я еще отметила что здесь очень мало толстых людей подъем подъемы вверх мы сегодня прошли 12 часов утра и прошли 27 этажей в обычной жизни люди не проходят столько но еще заметили что тут есть лифты скрытые лифты пока мы на них не поднимались они точно где то есть потому что наверняка позаботились о людях кому тяжело подниматься наслаждаемся смотрите какая красота давай Сережечка пролеточка пролеточки снимаем антропологический музей и летом и гуляем по парку как называется не знаю леопарк экзотик до Монако сегодня воскресенье не туристический день потому что в проходах приводят туристов только в четверг и субботу а сегодня воскресенье и весь парк только для нас двоих соленочек и все и все мы capable неет так счастливо кидаем деньги монет очень хочется так later загадывать желание вам возник fulfill Слезная со мной? Посмотрим. В общем, сто процентов со мной. Дожди не загадалась. Пусть едят. Сейчас едят. Вот таких же рыбок мы кормили на Бали. Когда мы жили на острове... Как называется острове? Гиле. У нас был такой домик. И около домика был свой пруд. И мы кормили там таких рыбок. Так, чтобы кто не смотрел выпуск в Бали... Ссылка будет где? Ссылка будет здесь или здесь. Куда, Сережка? А можно сюда сердечко вставить? Сегодня мы на поезде вернулись из Монако в Ниццу. У нас крайний день во Франции. Мы зашли в музей Массена. Он вообще ничего там не впечатлило. Не особо понравилось. Затем зашли в отель Мингресска. Там вот купол Виннеется. Тоже какой-то странный у него внутри дизайн. Очень странный. И мы хотели покушать в членском ресторане. Но, к сожалению, он работает только на ужин. То есть открывается в 19-30. Если захотите туда зайти, подумайте об этом заранее. Сейчас где-нибудь перекусим в местной кафешке и двинем в аэропорт. Следующий кадр уже будет из Финляндии. Мы прилетели в Финляндию. Аэропорт Хельсинки, который на самом деле находится в городе Ванта. Там мы переночевали в отеле. И вот только что доехали на поезде до центра Хельсинки. За пару часа в мешочках погуляли за центральной рыночной площади, которая около порта. Здесь купили вкуснейших ягодок. Сейчас встретим. Пойдем гулять дальше. У нас целый день в Хельсинки. Еще хотим по контакциону зайти. Заходимся на чертовом колесе в Хельсинки. Вот там рыночная площадь, в которой мы были. У них это колесо называется Skyville. Небесное колесо. Всем привет! Мы сейчас находимся в Хельсинки. И Сережа тоже. Ты должен камеру на себя перевернуть. Привет! Сейчас мы находимся на одной из площади. Как я понимаю, много. В общем, сзади у нас находится часовня тишины. На ладошке называется кампи. Она состоит из трех пород дерева. Это очень важная информация. В общем, люди приходят туда, чтобы сидеть в тишине. Если вам нужен пол, идем в Интерпол. Нужен пол вам в Интерпол. Саленжанова, 21, 278, 02, 12. Кстати, из трех пород дерева стоит, как и паркетная доска. Тоже три порода дерева. И, кстати, одна из слоев – это хвойный пород дерева, как и в паркете. Уже были на одной из площадей. Послушали вкусненькие фрукты. Но еще и мы покормили ягодками чаек. Музыка Что делаешь? Лопаю мороженое. Какое? С лакрицей и красненькой. Вкусно? Нет. А что ешь? Заразно. А что в пакете? Кажется вкусно. Там всякие сыры. А может смотреть? Только одним глазком. А мне только сыр. Ом-ном-ном-ном-ном. Куда у тебя столько сыров? Где мы находимся? В каком-то парке в Кельсинке. На западной части. Тут он памятник. В таком-то медвесе. В сетю из. Не помню. Хорошо тебе? Угу. Кайфово? Отдыхаю, да. Отдыхаешь? А с кем? С своей невестой. А она знает? Что знает? Сам твоя невеста. Давно уже. Да? Сколько уже? На задней отели. Класс. А хочешь татарский есть пышмак? Yeah. Там лебл, да? Там лебл, да? Ладно. Чем запомнилась Финляндия? Ничем? Очень похоже на Питер. Питер? Угу. Или на Москву? На Питер. На Питер? В Москву и не пошли. Нюхал что ли? Хи-хи-хи. Мы сейчас в Хельсинки каком-то. В садике. Это памятник Беллиусу. Мы здесь в шестиста трубы символизируют музыку. Итак, в Хельсинки мы хотели под конец дня кататься на карусельках в пакет рационов местным. Покажу, что он закрыт сегодня. Не работает. И это причем даже в гугле не было указано. У нас был обалденный отпуск. У нас было все. Кто не смотрел, посмотрите. Ха-ха-ха. Вы увидите там все. Начиная от Франции, заканчивая Финляндии. В общем, спасибо Сережке. Точно. До новых встреч. А, дожди, дожди, Сереж, дожди, дожди. А вот мы. Спасибо, что смотрели нас. Хочешь не говори. Всем пока. Теперь точно конец видео. Французские, а все уже французские птолы закончились. Спасибо за просмотр. И в солнечной вам погоде. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok